Если у вас белая собачка, у которой есть такие вот ржавые следы и все время образуется слеза, которая скапливается вот здесь, как в желобке, рыжим, красным, розовым оттенком, и вы никак это не можете вывести, я вам предложу следующее. Дело в том, что мы перепробовали в свое время очень много всяких капель, всяких мазей, присыпок, покупали в ветеринарной аптеке и в аптеке для людей, однако ничего не помогало. Цинковая мазь в принципе помогала ненадолго, то есть мы мазали вот здесь вот цинковой мазью, слезка образовывалась, она скатывалась уже по этому вазелину с цинком, но проблему это не решало. И опытным путем мы дошли до такого метода, который намного снизил образование слез, очень дешевый способ, практически никаких затрат не требует, ну пару копеек. И вот у нас глаза, кстати, стали намного лучше, раньше у нас было все вот здесь розового цвета, в результате и лапы были розовые вот здесь, она собака отчесалась и задними лапами, и передними, и никак это мы не могли вывести, оставалось только шерсть состригать. Сейчас мы покажем вам, как мы лечим нашу собачку, очень таким простым, безопасным способом, причем слезоотделение уменьшилось, я даже не знаю почему, это чудо какое-то, и вот уже вот здесь вот отрастает нормальная шерстка, а приходилось все сбривать, сбривать, чуть-чуть вырастет и опять все сбриваем. Это был, конечно, кошмар, сейчас мы уже отращиваем шерстку. Итак, сейчас вы увидите наш метод лечения глаз. Для лечения нашей собачки мы используем вот такую вот глину. Мы берем глину анапскую, косметическую, которая продается в аптеке, белую, голубую, пробовали также розовую, но розовая все равно дает окрас, этот розовый, некрасивый, в принципе, практически никак не выбеливает. Берем белую, пробовали желтую, желтая тоже очень хорошо, но вот сейчас она закончилась, мы продолжаем делать остатками белой глины. Вот так вот она выглядит, это последний мешочек, следующий мы купим желтую глину для выбеливания глазок собачки. Вот такую вот кисточку мы используем, она не натуральная, синтетическая, ну и микробы тут, в принципе, и не собираются. И вот такую вот кружечку. Вот мы насыпали глины, добавили сюда водички, обычно из-под крана, можно ромашковый какой-нибудь настоянный, но все-таки просто вода с глиной, наверное, самый лучший способ, который мы пробовали. Перемешиваем, вот такой вот растворчик у нас получается, не слишком густой делайте, чтобы при высыхании уже на шерстке глина не так уж сильно комковала. Нашу собачку, и вот здесь вот, тишка, повернись, повернись, и вот здесь вот мы мажем, прям один желобок мажем, вот так вот. Можно даже немножко помазать там, где окрашена шерстка, вот так вот получается. И второй глазик, вот, вот второй глазик помазали. Помазали два глазика. Иногда мы делаем вот так вот еще, чтобы шерстка никак не лезла в глаза. Промазываем еще вот здесь. Ничего страшного, если глина попадет в глаз немножко, совершенно ничего страшного, это безопасно и хорошо. Вот такой вот собачонок у нас получается. И как обычную маску мы держим это на наших глазках. Потом, когда глина высыхает, собачка сама ее либо лапками щесывает, либо глина отваливается сама. Она вбирает в себя вот эту слезку, коричневую, ржавую слезку, и отваливается. В результате глаза намного становятся чище. Еще я заметила, что, когда мы просто глиной здесь мажем, я не знаю, почему это. Вот тут вот глазки, они становятся розовее. То есть нету этого конъюнктивита собачьего. Глаз у нас вот практически розовый стал. Мы используем уже три недели это. Каждый практически вечер. Когда не забываем, то мажем вот так вот собачки. И она лечится. Очень хорошо помогает. Всем советую, не надо покупать никаких дорогих капель, потому что все практически не помогает. Мы перепробовали и за 70 долларов лекарства дорогие. Вот столько вот капель, три кошачьих слезы за 70 долларов. И ничего не пришло. Антибиотики, гентамициновые, сульфоцил, все капали. Ничего не помогает. Ветеринар тоже разводит руками, хотя отделал собаки. Промывку слезных каналов не помогло. Вот у кого белые собачки, попробуйте так мазать. Вы намного облегчите состояние животного. Отбелите шерстку. Пользоваться надо постоянно. Каждый день так вот мазать, мазать и мазать. Будем пользоваться постоянно. Потом вам покажем результаты, как оно поможет. Это вы увидели сейчас. Китайскую хохлатую. Наша Тиффани. Вот так вот она терпит косметические процедуры. А сами можете, кстати, использовать глину для лица. Хорошо справляется с морщинами. Так что глина целебная не только для людей, но и для собак. Либо не только для собак, но и для людей. Будьте здоровы. И пусть ваши малыши тоже будут здоровыми и радовать вас. Всего хорошего.